Виталий, приветствую тебя! Очередная неделя, мы с тобой первый эфир проводим, технически фундаментальный анализ, разбор событий, самых интересных именно по фундаменту и по технике-возможностей, потому что наша задача подсказать тем, кто следит вместе с нами за финансовыми рынками, что в моменте можно использовать, куда можно зайти, что можно продать или что можно купить. Этим мы с тобой занимаемся уже не первый месяц, поэтому, друзья, большое всем спасибо, кто такой промежуток времени вместе с нами. Если есть какие-то пожелания, какие-то добавления, комментарии, обязательно пишите об этом записи, разумеется, на нашем канале на YouTube, и есть целая здоровенная секция для этих комментариев, для того, чтобы вы оставляли обратную связь. Ну что, Виталий, новая неделя, новые возможности. Я, пожалуй, сразу выделю два события самых интересных, ну потенциально, не будем заранее переоценивать их. Это нонки, которые впереди, рынок труда США, первая неделя месяца, ну и, соответственно, еще один индикатор состояния американской экономики. Ну посмотрим, в принципе, сколько было создано новых рабочих мест, что произошло с уровнем безработицы, улучшилась, ухудшилась ли картина, покажет нам пятница. То есть мы с тобой объективно сможем поговорить уже по факту результатов еще через неделю. До заседания, точнее, до выхода данных по Non-Farm Perloss еще одно событие, оно тоже уже после нашего с тобой второго эфира, это событие четверга, заседание ОПЕК, то есть важное для рынка нефти. Я предлагаю тогда к графикам и, пожалуй, начнем сегодня с рынка нефти. Хотя, знаешь, лучше не будем нарушать традицию, пробежимся по тем инструментам, которые ранее были в качестве их рекомендаций. Так, по евро-доллару была сделка sell limit с отметки 1.1850, до нее мы не добрались. Ну, в целом, европейская валюта провалилась, сейчас котируются на отметке 1.1786. Я склонен полагать то, что снижение может продолжиться, ну, как бы до уровня 1.17 вполне реально. Если мы к среде, опять же, не уйдем, к этой планке, возможно, дам рекомендацию уже конкретную, как действовать в среду. Ну, те, кто в коротких позициях сидит с уровней повыше, либо сейчас нуждается в том, чтобы подкрепить их ожидания по слабости главного валютного риска. Конечно же, здесь основная проблема с третьей волной ковида, она очень сильно портит настроение евроинвесторов, поскольку на саммите даже Европейского Союза в конце прошлой недели, что глава Франции, что глава Германии, в целом все еврокомиссии признали, что еврозону накрывает третья волна ковида. Не стали, как бы, ходить вокруг да около, а признали то, что ситуация серьезная, поэтому мы все помним, что в Германии вот эти ограничения, барьеры продлены до 18 апреля, но на саммите вот подняли тему, что эти локдауны могут продлиться и вовсе до конца апреля, и если ситуация не изменится, то, может быть, даже будут и более серьезные отсрочки такие. Я, конечно же, склонен полагать, что ситуация должна все-таки улучшиться, потому что, ну неужели еще одно лето будет потеряно и для стран Европейского Союза, ну сколько можно. Я за то, чтобы ковид, конечно же, отступил, и обеими руками за эффективность всем известных вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Так, также были рекомендации по золоту, 1726 сейчас котировки, и фактически несколько недель мы уже болтаемся в довольно узком коридоре. Я уже отвык от такой узкой консолидации по рынку драгоценных металлов, потому что золото, мы помним, очень сильно летало в последние месяцы, а сейчас вот какое-то прям затишье. Может быть, это и есть затишье перед бурей. Мы в сделках давно уже с покупки, если будет пробой 1720, это как раз уровень, с которого в прошлый эфир с тобой я рекомендовал заходить, то и сделки нужно будет выйти. Ну, надеюсь, до этого не дойдет, и все-таки золото уйдет выше. И фондовый рынок рано зашел, конечно же, через рекомендацию в S&P. Сделка была buy stop 3,910. Ну, вот как раз рост, снижение, и выкупили в итоге мы довольно сильно. 3,950 пунктов, один шаг практически до исторического максимума. Тем, кому интересно, что будет с фондовым рынком дальше, я думаю, что он будет расти. По S&P мы точно увидим 4 тысячи. Ну, прям железобетонно. Аналогично я придерживаюсь в плане бычьих ожиданий по NASDAQ и по Dow Jones. Так, что касается сделать на сегодня, я рекомендую посмотреть на Brent, потому что заседание ОПЕК на носу. Если взять за аналогию реакцию рынка на заседание мартовское, то мы помним, тогда котировки выросли больше, чем на 15%, потому что страны ОПЕК решили все-таки ничего не делать с эквотами, оставить их на прежнем уровне и не стали увеличивать уровень нефтедобычи. Для рынка это, конечно же, хорошая новость, потому что чем меньше нефти будет идти со стороны все-таки участников энергетического факта, тем больше шансов сбалансировать весь рынок. Инцидент с Суэцким каналом, он уже позади. Опять же, последние новости, что вытащили с мели это судно. Но ущерб, конечно же, колоссальный. Я видел в разных источниках, но вот последняя цифра на Блумберге – 300 миллиардов долларов. Это же ужас вообще, это немыслимая цифра. Но есть то, что есть. Серьезный удар по глобальным поставкам энергоносителей. Я рассчитывал, что котировки могли бы на прошлой неделе вырасти, конечно же, еще сильнее. Но есть то, что есть. Сейчас в моменте 63.50 мы видим по бренду. Я рассчитываю, что страны ОПЕК+, все-таки не станут сейчас вмешиваться в текущие показатели предложения. Сохранят квоты, и это должно оказать поддержку всему рынку нефти. Поэтому сделка будет, разумеется, в лонг через бай-стоп с уровня 64, стоп-лост 62.50 и тейк-профит уже в районе 70 долларов за баррель. И, пожалуй, возможно, даже стоит остановиться сегодня только лишь на рынке нефти, потому что по индексу доллара у нас локально пока что коррекция. Сделать не будет. По евро-доллару я оставил селе прошлую рекомендацию. Если не доберемся до этого уровня, но я по-прежнему останусь с медведем, как я уже отметил, конкретную сделку дам уже в среду во время нашего следующего с тобой эфира. Ну и по фондовому рынку рост уже начался. Я думаю, что как бы рискованно, конечно же, сейчас залетать в него. Но тех, кто готов рикснуть, почему бы нет? 4 тысячи, как я уже сказал, вполне реальный ориентир. Виталий, слово тебе. Итак, всех приветствую. Пройдемся, как всегда, быстро по тем идеям, которые я в прошлый раз говорил, и дам видение на сегодня. Так, было несколько инструментов разного сегмента. От S&P 500 я был в прошлый раз медведем, как в понедельник, так и в среду. В среду придерживался также шартов. В принципе, мы их отработали, довольно неплохо отпазали. Дальше пошел выкуп, как мы видим. И на текущий момент я пока вне рынка по S&P 500 по поводу шартов, а по поводу лонг-долгу частично с тобой согласен, что сейчас техника показывает на то, что, возможно, вот этот рост, он продолжится. Посмотрим, конечно, как сегодня закроется день. Если его там скинут, и он закроется ниже пятницы, ну, точнее, ниже лоу пятницы, то можно будет говорить о каких-то шартах. На текущий момент пока лонг, и я думаю, что можем неплохо так подрасти, потому что вот если посмотреть, вот в предыдущие месяцы вот скидывали, когда достаточно так сильно, вот выкупный такой сильный бар, такой бычий, и мы пошли на перехай. В прошлом месяце марки аналогично, пошли на перехай, отпадали, и вот появился какой-то бычий бар, можно говорить о большом лонгах. Дальше, по биткоину, также был на прошлой неделе еще способ, прошлой неделе мы видим, мы, в принципе, неплохо отпадали, ожидал пониже, но появился какой-то покупатель, вижу, биткоина, возможно, его будут дальше загонять. Ну, посмотрим. Пока я вне рынка по данному активу, но не исключает дальнейшее падение. Если сегодня подзадаем немножко нефть, то дальше, возможно, будем падать. Ну, кто-то там прогнозирует не 100 тысяч, а 300 тысяч некоторые там, скажем, аналитики. Ну, посмотрим. Дальше золото. По поводу золота, в прошлый раз я был медведем, говорил, то есть вся прошлая неделя у меня была медвежьей. Мы, в принципе, локально отпадали, но на текущий момент я с медведя перешел на сторону, на твою сторону, в сторону ПК. Если мы все-таки сегодня удержим вот эту поддержку, о которой ты говорил уже давно, где-то плюс-минус 1720, то, в принципе, здесь возможен лонг по золоту и достаточно сильный. То есть, возможно, здесь рисуется паттерн на разворот вот этого тренда, который у нас идет достаточно долго, уже более полугода. Вот, в принципе, очень похожий был паттерн вот здесь в ноябре, то есть очень похожий. Если он сегодня сформируется и реализуется, то отсюда мы можем стрельнуть очень-очень сильно вверх по золоту, возможно, и с перехаем, который был в прошлом году там больше 2000 долларов. Поэтому здесь потенциал на покупку достаточно сильный, более 300 долларов. Стоп-лосс, возможно, небольшой поставить, где-то ниже 1720, но главное, чтобы мы сегодня эту отметку держали, не провалили сильно. Потому что если мы все-таки будем 1720 пробивать, то здесь падение вплоть до уровня 1670, и там уже нужно будет искать, возможно, покупки пониже. Это, вот эти цели, которые я говорю, 2000, это при условии, что это все коррекция идет к предыдущему восходящему тренду. Даже если это не коррекция, а, скажем, уже пошел какой-то заходной импульс, там есть варианты того, что это заходной импульс по золоту на глобальный разворот вниз, то какая-то коррекция к этому тренду должна быть. Поэтому ждем. Сегодня, если закремся все-таки выше этого уровня, то я думаю, дальше можно будет покупать золото. По нефти марки Brent, ну, здесь частично с тобой не согласен по поводу ланга. Он, конечно, здесь чуть-чуть поджимает. Видно, что последние несколько дней у нас девочки выкупают минимум все выше и все идет, возможно, к пробою уровня 65, плюс-минус. Но я все-таки бы за этим уровнем следил и, конечно, не исключаю лонг и достаточно сильный, но пока я придерживаюсь шортов и, возможно, ближе к среде четвергу возможно будет уже более понятна картинка, все-таки мы пронесем этот уровень или как-то ложно будем его тестировать и дальше уйдем вниз. Поэтому пока моя рекомендация будет на снижение все, что ниже уровня 64, 75, я бы где-то возле этого уровня присматривался по ставку возможных салумимит со ступлосом в районе 66 и смотрел за этим уровнем. Возможно, ложный был заседатель вниз, в ближайшие заседания ОПЕК и так далее. Конечно, альтернатива возможен лонг, если это все коррекция к предыдущему тренду, то мы дальше будем отгулять хаи. Пока за шорт, ближе к четвергу там среда возможно будет умнее свое мнение. Ну и по поводу других инструментов, в принципе, в прошлый раз я был тоже за шорт по евро-доллару, на текущий момент, что бы я хотел сказать по евро-доллару у нас возможно рисуется вариант какого-то лонгана, пока о нем рано говорить, здесь его я пока не вижу, сильные точки входа, у нас вот это снижение последние три месяца возможно это коррекция. Мы подошли к, я построил уровни, натянул последнюю волну, которая у нас была роста с историческим хаем, так скажем, и мы сейчас подошли к такому рубежу 23 уровню, есть еще здесь пониже уровень, я его не рисовал, это 11%, то есть отката от этого тренда, возможно мы где-то уйдем в район 1.17 с копейками пониже, если здесь будет рисоваться какой-то сильный импульс вверх, возможно это будет ближе к среде, или ближе к пятнице, будем говорить о лонгах, пока на текущий момент тенденция вниз, но стоит присматриваться к возможному варианту сильного лонга, если мы все-таки провалим вот эти уровни, идем пониже, то конечно о лонгах возможно забыть на долгое время евро-доллару и мы будем достаточно сильно падать в коры, пока вот так. Спасибо тебе, Виталий, традиционно следим, тебе удачных торговых дней, в среду мы с тобой увидимся, обсудим актуальную ситуацию, посмотрим на новостной фон, ты поддержишься своей точкой зрения в плане техники, друзья, надеемся, что информация была вам полезна, обязательно, если что, пишите в комментариях, мы готовы полностью адаптироваться под вас, потому что хотим, чтобы все это имело практическое применение. Виталий, я думаю, что наше с тобой традиционное напутствие, всем контролировать риски, это прямо само собой разумеющееся, я надеюсь, что все об этом помнят, ну и тогда до скорой встречи, в среду, пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин